Доброе утро, страна! Просыпайтесь, потому что на календаре понедельник, 8 апреля. А в студии нашего утра Катерина Алисеевича и Герман Титов. Сегодня, кстати, необычный день. День полного солнечного затмения, во время которого Луна отбросит на Землю тень шириной почти 200 километров. У-у, Катя знает. Астрологи сходятся во мнении, мы можем реагировать на затмение. У кого-то усиливается тревожность, кто-то ощущает упадок сил, кто-то очень кушать захочет. Какого-то давление просто. Какого-то давление. Да, это сердебиение. Поэтому сегодня мы решили поговорить о том, как проживать эти непредвиденные обстоятельства, реагировать на форс-мажоры и разного рода неприятности. Будьте начеку вместе с нами этим утром. Благоприятный день для овнов. Сегодня вместе с новыми возможностями вам придется преодолеть и некоторые испытания, которые добавят опыта и станут хорошей мотивацией для будущих достижений. Тельцы станут объектом внимания и будут окружены положительной энергией и любовью. Сохраняйте хорошее настроение в течение дня и не забудьте радовать себя и своих близких. Коммуникабельность и сообразительность помогут близнецам добиться успеха в основной сфере деятельности. Вы получите больше, чем ожидаете, если станете проявлять тактичность. Раки. Сегодня ваши обаяния и уверенность позволят наслаждаться восхищенными взглядами окружающих. Используйте удачное время для профессионального роста. Львов ждут приятные сюрпризы в личной жизни. Окруженные заботой и вниманием близких людей, вы станете выражать свою благодарность и любовь в ответ. Организованность может привести дев к достижению цели, а решительность позволит преодолеть препятствия на пути к успеху. Не теряйте времени зря. Старайтесь укрепить свое положение в коллективе. Весы. Попробуйте максимально использовать любые возможности для саморазвития. К тому же ваш оптимизм и юмор помогут создать позитивную атмосферу вокруг себя. Скорпионы. Ваша оригинальность и независимость смогут привлечь внимание окружающих. Звезды обещают вам позитивный день, в котором вас ждут встречи, разговоры и приятные впечатления. Интуиция и чуткость позволят стрельцам найти ответы на сложные жизненные вопросы, а ваш практический склад ума и дисциплинированность приведут к успеху. Козерогам стоит проявить предельную внимательность в работе и не спешить. Вам нужно проверять все документы на ошибки и опечатки. Звезды не рекомендуют использовать этот день для покупок. Водолеи будут окружены гармонией и справедливостью. Сегодня вам без проблем удастся правильно вести деловые разговоры с партнерами и успешно искать компромиссы. Высокий уровень энергии позволит рыбам быть мобильными, организовывать встречи и активно знакомиться с нужными людьми. Чем бы вы ни занимались, не теряйте концентрацию внимания. Понедельник на календаре 8 апреля и сегодня мы встречаем солнечное затмение. А еще в этот понедельник пройдет парад планет, да, и ретроградный Меркурий продолжается. Прям страшно. Никуда не девается он. В общем, ситуация такая, что нам не горюй, да. Как не наломать дров под влиянием планет? Мы собрали самые оригинальные способы, которые позволят снизить уровень стресса. Лучший способ избавиться от стресса – это выплеснуть его наружу. Комната ярости – безопасное место для разрушения предметов. Но помните, это всего лишь временное решение проблемы. Настоящая работа над стрессом и его причинами должна происходить со специалистом. Если даже в родных стенах не удается справиться с беспокойством, сделайте перестановку по фэншуй. Согласно китайской мудрости, перемещение в доме 27 предметов может помочь снять стресс. Это действие не только изменит привычную обстановку вокруг, но и позволит отвлечься. Психологи заметили, что рисование в разных техниках снижает уровень стресса почти в пять раз. А чтобы избавиться от беспокойства в моменте, советуют исчеркать четыре листа бумаги хаотичными линиями. А если хочется спокойствия и умиротворения, лучше порисовать акварелью. Если хотите быстро сбросить нервное напряжение, изо всех сил потрите ладони друг от друга, пока они не станут горячими. Также полезно хорошенько растереть уши. Так вы сможете взбодриться и сосредоточиться на работе. Вкусная еда – эффективный антистресс. Сохранить хорошее настроение помогает жирная рыба. В ней содержатся кислоты, которые полезны для нервной системы. Если не любите рыбу, съешьте мороженое или банан. Эти продукты действуют не хуже антидепрессантов. Огненный шар заметили в небе над Нидерландами, Германией и Бельгии. Полет метеора был стремительным, но попал на камеры наблюдения. Я предлагаю вернуться к новостям погоды в нашей стране. Дмитрий Рябов расскажет прогноз погоды. Доброе утро, Дим. Доброе утро, уважаемые друзья. У меня только сегодня хорошие новости. На предстоящей неделе в нашей стране ожидается теплая погода. И особенно тепло будет в первой половине недели. Средняя температура на 8-12 градусов выше климатическая норма. Ух ты! А это летние показатели. Лето? Опять плюс 20. Опять плюс 20, да. А на следующий день минус. К сожалению, в начале второй половины недели немножко похолодает. Но похолодание будет не таким продолжительным и не таким резким, как было на прошлой неделе. Ну а пока вот в понедельник, во вторник, в среду в нашей стране ожидается облачность с проясением погоды. Без осадков. Лишь только в понедельник и во вторник по северу. А в среду, днем по западу, ожидается небольшие кратковременные дожди. Ветер теплый, южный, умеренный. В утренние часы слабый туман и видимость до километра. Температура воздуха в утренние часы плюс 6, плюс 12, днем плюс 17, 24 градуса. Но какая погода ждет нас во второй половине недели, расскажу прямо сейчас. Итак, начиная с четверга, в нашу страну начнут поступать более прохладные свежевоздушные массы с севера, запада Европы. И температура воздуха немного понизится. В ночные и утренние часы ожидается в четверг и в пятницу. Плюс 2, плюс 7, днем прогнозируется плюс 11, 17 градусов. Локально пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, серозападный, умеренный, временами порывистый. В субботу характер погоды существенно не изменится, также будет проблодать облачность с небольшими прояснениями погода. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха в ночные и утренние часы плюс 2, плюс 8, днем прогнозируется плюс 11, 17 градусов. А вот начиная с воскресенья погода опять поменяется. Северные ветра развернутся на южные и в нашу страну начнут поступать опять более теплые воздушные массы с южных широт. И температура воздуха устремится вверх, и днем уже ждается плюс 15, 22 градуса. Шикарный прогноз, по-моему. Шикарный. Действительно, уже лето практически, еще чуть-чуть и можно будет загорать. Так, что будем делать? Я уже планирую. Снянка традиционная. Как минимум, а как максимум-то что? Шашлычки. Шашлычки! Конечно же. Ну, правда, будние, рабочие. Нормально. Нам можно. Если у вас отпуск, самое время. Себя показать и на других посмотреть. 4 апреля завершились Дни культуры Беларуси в Азербайджане. И наша творческая делегация из 55 человек уже вернулась домой. Но не с пустым портфелем. Подписали меморандумы о сотрудничестве в области высокого искусства, например, между национальными музеями и филармониями двух стран. В будущем запланировали и еще один визит к гастролю ансамбля «Песняры». А в ответ привезут в Минск национальный академический хореографический ансамбль Азербайджана. Готовится сольный концерт народного артиста Азербайджана, профессора Мурада Адегизал-Заде, на сцене нашей филармонии. Готовится коммерческий концерт нашего заслуженного артиста Республики Беларусь Юрия Николаевича Гильдюка, художественного руководителя филармонии в Азербайджане. Проговорили про участие наших академических коллективов, солистов Большого театра Республики Беларусь на престижнейшем фестивале в Азербайджане. Провели круглый стол с участием ведущих деятелей культуры Азербайджана. Мы были приняты азербайджанской стороной очень радушно и по-братски. Наша страна показала весь национальный колорит. В том числе азербайджанская публика увидела Беларусь глазами художников. В страну на берегу Каспия привезли 35 живописных полотен. Не остался без внимания и кинематограф. Там прошли дни белорусского кино. А открыла их лента от отечественной фабрики грез под названием «На другом берегу». Увидели и выступления наших артистов. Это наше утро и, как всегда, каждое утро «Время танцевать». Конкурс именно под таким названием прошел в Минске. Да? А, точно. Более 900 участников и порядка 70 номеров. Кстати, я предлагаю посмотреть, как это было. На сцене Большого концертного зала «Минск» прошел третий республиканский конкурс хореографического искусства «Время танцевать». Участники – коллективы из всех уголков нашей страны. В этом году к ним присоединились и гости из Китайской Народной Республики. Мы готовимся очень упорно и немного волнения. Мы очень хотим подарить нашу народную культуру зрителям, преподнести ее и занять первое место. У тех, кто настроен на победу решительно, запасных вариантов нет. Они тренируются день ото дня, чтобы выйти на сцену и завоевать сердце каждого зрителя и члена жюри. Кроме упорного труда, у них есть еще один секрет. Танцевать душой, показывать белорусскую культуру и радовать каждого человека зрителя. Мне нравится то, что мы ощущаем наш коллектив, как будто мы одна семья. Порядка 900 участников показали свое мастерство в шести номинациях – от классического до современного танца. Самым возрастным конкурсантам – 74, младшим – 7 лет. Оценивать работу наших конкурсантов, участников будет профессиональное жюри. В составе которого действующие педагоги, руководители коллективов, народные артисты Беларуси, заслуженные деятели искусства. Высокая награда – это гран-при нашего конкурса в размере 200 базовых величин. Конкурс открывает двери для всех желающих, в том числе и для иностранцев. Но каким бы ни были дальнейшие планы, акцент будет все равно на белорусских коллективах. Впереди новые постановки и имена. А их время танцевать скоро придет. И они обязательно себя проявят. Алина Прокудина, Илья Шудько, Александр Щербаков. Наше утро. Космическая новость, друзья. В субботу экипаж с первой женщиной-космонавтом нашей страны, Мариной Василевской, приземлился-таки на землю. Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-24» приземлился 6 апреля в 10 часов 17 минут в районе казахстанского города Жесказган. Посадка была мягкой. Ее обеспечили парашюты и специальные двигатели, которые включились за несколько метров до приземления. Вместе с нашей соотечественницей приземлились космонавт Роскосмоса Белорус Олег Новицкий и астронавт НАСА Лорен Охара. Мы знали, что нас ждут на земле, и поэтому это грело душу. Да, Беларусь здесь, я очень рада. Очень приятно видеть вас всех здесь, Беларусь. Спасибо за поддержку, за приятную такую погоду. Солнышко, тепло. Я не знаю, даже нет слов написать эти ощущения. Очень круто. Напомним, полет белорусский Марина Василевской длился 14 суток. 12 из них она провела на Международной космической станции, где выполняла научную программу, между прочим, разработанную Национальной Академией Наук Беларуси вместе с Российской Академией Наук и Роскосмосом. О том, как справляться с форс-мажором, говорим этим утром, а здоровье это тоже касается. И вот оказывается, улыбка и смех укрепляют иммунитет. Может быть, будем просто улыбаться? И все молча. И все молча. А еще улыбка и смех улучшают кровообращение, повышают общий тонус. В организме увеличивается количество антител, которые борются с инфекциями. Вот почему я здоров всегда, видишь? Потому что улыбка, да. Так что о хорошем настроении говорим «да» этим утром, чтобы оставаться здоровыми ментально и физически. Этот витамин еще называют тиамином, тиавитамином и аневрином. Он отвечает за метаболизм, обмен углеводов, жиров и белков в организме. Это витамин В1. Давайте сегодня поговорим о том, насколько он полезен и в каких продуктах содержится. Так как тиамин накапливается в скелетных мышцах, сердце, печени и почках, он влияет на нормальный рост и развитие организма. В1 улучшает память, внимание и помогает сконцентрироваться. А еще регулирует настроение и помогает усваивать новое знание. На ваших экранах источники витамина В1. Это грибы, баклажаны, спаржа, брюссельская капуста, шпинат, фисташки и не только. А сколько витамина В1 необходимо употреблять человеку в сутки? Единоутвержденной дозы витамина В1 не существует. Считается, что оптимальным считается потребление порядка 1,5-2 мг витамина В1 в сутки. Но употребление свыше 5 мг может привести к передозировке и токсическим эффектам. Однако есть категории людей, у которых потребность витамина В1 немного выше. Это беременные женщины, это люди с заболеванием желудочно-кишечного тракта и печени. Может, детям потребуется тоже больше витамина В1. Витамин В1 необходим для производства глюкозы, которую организм использует для передачи энергии всем органам и тканям. Болезнь Альцгеймера и диабет развиваются или прогрессируют при снижении уровня глюкозы в организме. А вот прием тиамина предотвращает эти состояния. А еще тиамины – эффективное средство для лечения катаракты. А как понять, что организму не хватает витамина В1? Симптомами дефицита витамина В1 можно считать повышенную раздражительность, легкую забывчивость, снижение памяти. Также к симптомам дефицита витамина В1 мы можем отнести плохой сон и головные боли. Может быть нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Самым частым и первым симптомом дефицита витамина В1 у взрослых будет являться изменение цвета языка. Он становится ярко-красным и он становится сухим. Если вы хотите получить больше тиамина из продуктов, то следует употреблять их в свежем виде, так как при термообработке витамин В1 разрушается. Чтобы тиамин лучше усваивался, во время его приема лучше отказаться от кофе, а также не стоит запивать этот витамин чаем. Вести здоровый образ жизни – это лучшая формула здоровья. С вами был Дмитрий Шевцов и до новых встреч на телеканале ОНТ. Огород, утопающий в зелени, сниться к исполнению желаний, достижению цели и осуществлению задуманного. Сон, в котором вы увидели в огороде крупные овощи, сулит скорое пополнение в семье. Засохший огород, земля которого покрылась трещинами, говорит о скором расставании с любимым человеком. Если во сне выставили ограждение вокруг вашего огорода, наяву придется скрывать что-то от своих знакомых. И помните, каким бы ни был ваш сон, главное – не проспите утро. Субтитры подогнал «Симон» Наше утро. 8 апреля для тех, кто еще не проснулся. День солнечного затмения. Астрологи трубят. Не верьте всему, что видите, и полагайтесь на здравый смысл. Вообще, это правило применимо вне зависимости от обстоятельств. В марте этого года в Первомайской ровной столице обратились сотрудники банка. Они предположили, что их пожилая клиентка стала жертвой аферистов. Мошенники убедили женщину в том, что ее деньги… Как это? Что это? Заражены. Заражены, да, да. В общем, подробнее об этом и о новых способах обмана мы расскажем прямо сейчас. Это интересный метод, еще не было такого, да? Заражены? Это инфекция. Бактерии. Нужно избавиться срочно. Пожилая минчанка чуть было не перевела деньги мошенникам, убедившим ее в том, что принадлежащие ей купюры заражены и от них нужно избавиться. Не помеченные, что вы их не берете в руки, что там, ну, это не чистые деньги. Вам их, от них вам надо освободить. Надо было эти деньги сдать, ну, в банке надо было сдать. В Первомайское РУВД столице обратились работники банка, которые предположили, что их клиентка стала жертвой мошенников. Пенсионерка ранее неоднократно приходила в отделение и безуспешно пыталась перевести деньги через инфокиосок. Женщина выглядела взволнованной и растерянной, не могла назвать полные установочные данные получателя платежа. На дополнительные вопросы не отвечала и при этом постоянно разговаривала по телефону. Бдительные работники банка позвонили в милицию. Приехавшим по сигналу оперативникам 83-летняя пенсионерка рассказала, что ей на протяжении нескольких дней звонил неизвестный. С помощью психологического воздействия и манипуляций он заставил пожилую женщину снять 7 тысяч белорусских рублей с пенсионного вклада, убедив пенсионерку, что купюры заражены и от них нужно избавиться. Незнакомец потребовал перевести их на безопасный счет. Женщине рассказали, что она стала жертвой мошеннической схемы, в результате чего пенсионерка деньги не перевела. По данному факту проводится проверка. Но стоит отметить, что совсем недавно в Минске начала распространяться новая схема кибермошенничества, связанная с операторами сотовой связи. При звонке взломышленник представляется сотрудником оператора сотовой связи либо республиканского интернепредприятия «Белтелеком». В ходе диалога вынуждают потерпевшего установить на свой мобильный телефон программное обеспечение. Предлоги, естественно, разные. Это обновление программного обеспечения, продление договора, наказания услуг сотовой связи и так далее. Само программное обеспечение помогает злоумышленникам осуществлять полный удаленный доступ к устройству, в том числе включение в любое время камеры, микрофона, доступ к файлам и так далее. В принципе, с использованием этого способа уже и совершаются хищения денежных средств с банковских счетов граждан. Одной из жертв феристов уже стал 78-летний житель советского района Минска. За несколько транзакций у минчанина было похищено 48 тысяч белорусских рублей. Возбуждено уголовное дело. Самое первое, самое главное, это стоит обращать внимание, с использованием какой связи осуществляется звонок. Если звонок осуществляется с использованием мессенджера, с вероятностью 99,9% это звонят злоумышленники, это ни в коем случае не представители силовых каких-то ведомств, не сотрудники банковских учреждений, соответственно, не сотрудники операторов мобильной связи, ну и не Белтелеком. Второе, все, что касается денежных средств, перевода денег, предоставления кому-то, предоставления доступа к своим счетам, к интернет-банкингу, системе дистанционного банковского обеспечения и так далее. Все вот эти вопросы в ходе телефонов разговора, они, как правило, не обсуждаются, какие-то сообщения никто не просит предоставить. Милиция напоминает, что при поступлении подобных звонков необходимо немедленно прервать разговор и перезвонить по официальным телефонам службы поддержки операторов сотовой связи. Всем доброе утро, у нас время беседы с психологом и сегодня свой вопрос нам прислала Ангелина из Бреста. Так, она пишет, что вместо нее в декретный отпуск пошла свекровь. А что, так можно было? Можно, и самому можешь потом пойти, если что. Ничего себе, и денежки будут? Да. Так, соответственно, воспитывают ребенка по своим правилам. Ага, во, часто ему потакает и поддается детским манипуляциям. Да, и вот наша телезрительница боится, что ребенок так вырастет капризным и избалованным, поэтому и спрашивает у психолога, как убедить свекровь, что строгость иногда тоже нужна. Павел, доброе утро, что скажешь? Ну-ка. Доброе утро. В чем главная задача родителя? Главная задача родителя – подготовить ребенка к жизни. Что это значит? Это значит, что чем больше ребенок знает и умеет, чем разнообразнее среда вокруг него, тем лучше. Вы за строгость. Это хорошо. Ваша бабушка, ну его бабушка, ваша свекровь, она за потакание мягкости. Это хорошо. Пускай у ребенка будут разные образы, разные взаимодействия. Он научится. С вами нужно так по строгости. И есть сферы, где нужно так, чтобы строгенько было. А здесь можно вот так вот. Мне будут потакать. Я буду плакать, мне будут потакать. Это нормально абсолютно. Это увеличивает поведенческий репертуар вашего ребенка. Ваш ребенок, как говорят у нас тут в психологии, становится более дифференцированным. Ну ладно, не сам ребенок, а его опыт. А любая дифференциация у опыта – это хорошо, потому что она позволяет человеку быть гибче. В жизни вашего ребенка встретятся разные ситуации. И будет очень хорошо, если он будет уметь с ними как-то обращаться. Вы научите его одному. Ваша свекровь научит его другому. В результате ребенок станет богаче. Я половину не понял, а в конце он понял. А потом как понял. А потом как понял. Спасибо большое. Социализирован должен быть ребенок. Разные модели поведения. Ты, кстати, о детях думаешь? Да, обязательно. Это да, было бы неплохо. В общем, присылайте свой вопрос нашему психологу Павлу Зыгамантовичу. Задавайте ему на адрес утрособака.онт.бивай Болезнь Альцгеймера – страшный диагноз, от которого, к сожалению, никто не застрахован. Почему уже много лет не могут найти лекарства от этой болезни? Какие исследования проводятся? Как можно помочь тем, кто ухаживает за подобными больными? Все ответы уже сегодня в ток-шоу «Еще не вечер». Болезнь Альцгеймера – тема нового выпуска ток-шоу «Еще не вечер». Сначала ты не можешь вспомнить, куда положил очки или телефон. Потом перестаешь узнавать родных. А после и вовсе теряешь себя. Я позвонила в милицию, сказала, что пропала мама. И утром в 6 часов утра мне позвонили и сказали, что маму нашли в старой части города. У нее сломаны ребра. То ли ее машину сбила, то ли она, может быть, упала, то ли, может быть, что-то сказала, кто-то толкнул ее. Ну и вот после этого я уже, конечно, поняла, что это уже серьезно. Пациент с болезнью Альцгеймера сам никогда не придет и не скажет «я забываю», потому что у них снижается критика. Они не понимают этого, что с ними происходит. Как правило, вот дементных пациентов, разные теологии, приводят родственники и говорят, доктор, вот у нашей бабушки, у нашей дедушки такая-то вот проблема. А бабушка или дедушка сидит, спрашиваешь, вас что-то беспокоит. Нет, доктор, у меня все хорошо, только вчера давление поднялось. Альцгеймер делит жизнь на до и после. И не только больного, но и его родных. Каково это от близкого человека услышать «я тебя не знаю». Он помнит, что было в юности, что было в детстве, он не помнит, что было вчера. Потом он забывает, что нужно сходить в туалет, что это вообще нужно делать. То есть ему одеваются памперсы и уходится человек на работу. А потом он приходит, он сидит, памперс у него на голове, и страх Господний, что творится. Держать за руку родного человека до последнего дня или все же определить его в руки специалистов – выбор каждого. Но как все-таки организовать постоянную заботу, если возможности не работать нет? Я сегодня принес в студию показать специальные браслеты, они единичные в Беларуси. Это браслеты специальные для людей с потерей памяти. Альцгеймер, деменция, неважно. Они используются на человеке, который эту память потерял. В принципе, они схожи с работой детских часов, когда мы следим за нашими детьми, где они находятся. Единственная поправка на то, что эти браслеты невозможно снять с руки. Надо не бояться, не бояться обратиться за помощью государства. Сегодня у нас есть достаточно много стационарных учреждений, и с данным заболеванием можно поместить человека в интернат психонерологического профиля. Или в дом интерната общего типа, в котором тоже открыты такие отделения, вот в нашем учреждении. И я вам хочу сказать, на сегодняшний день во всех таких учреждениях это прежде всего безопасные условия, комфортные условия, условия, которые приближены к домашним. Болезнь Альцгеймера – страшный диагноз, от которого, к сожалению, никто не застрахован. Есть ли от нее лекарства и как самому не сойти с ума, присматривая за больным родственником? Уже сегодня узнаем ответы на все волнующие вопросы в 19.00 на телеканале ОНТ. Не пропустите. Друзья, всем доброе утро. Международный день нейрохирурга отмечаем сегодня. Представитель этой ювелирнейшей, между прочим, профессии заглянул к нам накануне в студию. Врач-нейрохирург Минской областной клинической больницы Николай Ермоленко рассказал о случаях из практики и о том, при наличии каких симптомов стоит обратиться к врачу за консультацией. Давайте посмотрим. Очень интересная беседа. Николай Александрович, доброе утро. Доброе утро. Нейрохирургия, пожалуй, наверное, одна из самых сложных вообще областей медицины. У вас такая очень ювелирная, очень тонкая работа. Я думаю, что зрители представляют себе, конечно, чем занимается нейрохирург. Ну, давайте напомним, какие болезни лечит этот врач. На самом деле нейрохирургия охватывает центральную периферическую нервную систему у человека в любых ее проявлениях, любые заболевания. Основная масса, которой мы занимаемся, основная патология – это заболевания центральной нервной системы, головной, спиной, мозг. Хорошо. Если говорим о симптомах, которые приведут к вам, это какие симптомы? На самом деле основная масса патологии – это плановая. И пациент, как правило, к нам попадает после того, как его обследует невролог. То есть первично пациент попадает к неврологу, то есть через терапевта, направление к неврологу. А какие симптомы к неврологу могут направить? По-разному. На самом деле настолько разнообразная симптоматика, что… У нас же в Беларуси, вот самая массовая. Самая массовая? Если по плановой патологии, наиболее массовая патология, которой мы занимаемся, это все-таки остеохондрозы. Они примерно занимают в среде операций наших почти 45% патологии. Половина почти. Да, почти половина. И из экстренной патологии это все-таки черепно-мозговая травма. Причем с каждым годом нарастает, потому что урбанизация автомобилей, техника… Сильно прогрессирует, да? Очень прогрессирует. И безопасность, к сожалению, от этого больше страдает. Поэтому травмы будут нарастать. Самокатчики эти все? Это дополнительный отрицательный момент. Поэтому техника безопасности, к сожалению, надо ее вперед ставить. У всех наших пациентов, которые новые, всеразвивающиеся транспортные средства, они отстают немножко. А всегда ли удается вовремя диагностировать проблему? Либо иногда уже обращаются, когда достаточно поздно? К сожалению, нет. К сожалению, основная проблема в том, что большая часть наших пациентов приходит, может быть, не поздно, но уже в достаточно серьезно развитой патологии, которая требует очень больших усилий. То есть, наверное, все-таки надо развивать грамотность населения в плане своего собственного здоровья, чтобы они раньше обращались к медикам. А в таком случае какие обследования нужно проходить для профилактики каждому? Самое простое. У нас врачи все проходят, абсолютно все патологии. То есть мы изучаем в институте весь объем информации по любой патологии, которая, в принципе, сталкивается с современной врачей медицины. Поэтому технически здесь вопрос очень простой. Если человека что-то беспокоит, обязательное обращение, не откладывание в долгий ящик, банально даже к участковому терапевту. Участковый терапевт распознает хотя бы признаки косвенные, то, что ему не понравится в самочувствии пациента, и перенаправит его к узкому врачу-неврологу, который либо подтвердит, либо исключит. Если подтвердит, назначит дообследование соответствующее. Если на дообследованиях что-то будет выявлено, пациент направляется к нейрохирургу. У нас доступность нейрохирургических консультаций на сегодняшний день охватывает все слои населения. В любом случае никаких проблем не бывает. Еще одна из задач – это удаление опухолей мозга. К сожалению, да. В последнее время, кроме того, что, к сожалению, наш Чернобыль нас догоняет, плюс множество оборудования окружающего нас, отсутствие даже банального отдыха, смены работы, походы даже те же на природу и выезды за город, которые должны немножко снижать нагрузку окружающего нас техники, приводят к тому, что наша иммунная система от этого страдает. Не только в связи с вирусными заболеваниями и онкологическими в том числе. Вот. И поэтому в том числе нарастает количество онкопатологий головного и спинного мозга и периферической нервной системы. Я слышала, что есть такие операции, которые вы проводите, и человек находится в сознании во время операции. Это как в фильме. Для чего такая методика вообще, да? Значит, у человека в определенных зонах центральной нервной системы, в головном мозге в основном, есть части мозга, контролирующие речь, сознание, понимание, понимание речи, профессиональные навыки. Допустим, если человек скрипач, и для него принципиально важен навык играть на скрипке, соответственно, есть определенные зоны в мозге, которые контролируют. И если там формируется образование, которое нужно удалить, с целью, чтобы минимизировать повреждения этой зоны и сохранить ему эту функцию, мы стараемся человеку сохранить сознание, и проходит отдельным специалистом по ходу операции проверка его профессиональных навыков. Ничего себе! Вот эта техника дошла! Я еще спрошу, наверное, такое может быть банально, но сегодня многие игнорируют, например, головные боли или головокружение. Стоит ли вот как-то сразу обращаться к врачу, либо ты там, как у нас ноги, выпил таблетку и ладно? Ненормально. К сожалению, здесь ответ и просто сложен. Почему? Существует масса синдромов, симптомов, которые могут симулировать серьезные заболевания. Для того, чтобы определиться на самом деле, нужно пройти обследование и доказать самому себе, естественно, доктору, который будет обследовать, что там ничего страшного не происходит. Эти синдромы могут быть врожденные, могут быть приобретенные. У массы людей существуют головные боли, периодически приходящие головокружение, связанные с возрастными изменениями, с особенностями профессии, с особенностями нагрузок, может быть, даже чрезмерных и так далее. Для того, чтобы исключить, либо подтвердить серьезную патологию головного мозга, которая потребует потом какой-то хирургической, либо пускай не хирургической коррекции, проще все-таки обратиться, даобследоваться, выяснить, что все более-менее терпимо, и сформировать протокол для себя лечения из-за медикаментозной терапии, либо физиотерапии, либо отрегулировать режим нагрузок. Для этого я же говорю, существует сейчас масса специалистов, они справляются с этой ситуацией. Но исключить сложную патологию лучше сразу. Почему? Потому что в запущенной форме, к сожалению, иногда мы не можем помочь ничем. Хорошо. За кадром до нашей беседы вы рассказывали про первые операции нейрохирургов. Еще когда? До нашей эры находили, майя находили эти черепа. Ваша первая операция, вы помните ее? Здесь сложно. Дело в том, что так сложилось, что в нейрохирургию я пришел не сразу. Я до этого работал обычным хирургом в районном центре. И, мало всего прочего, я еще из врачебной семьи. То есть первую свою операцию я сделал студентом, будучи под руководством своего отца. Коту? И коту, кстати, тоже. Но на самом деле я долго ходил во время обучения на дежурство. Хирургом здесь, в городе Минске, я обучался в Минском институте. И к отцу приезжал. Он у меня и врачом-хирургом, и врачом-урологом работал. И постепенно он меня обучал, передавал навыки, пока он не решил, что я могу это выполнить сам под его руководством. Вообще у вас же достаточно длительные операции. Вот самая-самая длительная какая была? Самая длительная лично у меня порядка 13 часов. Ну как, не уходя от стола? Не уходя. Мне даже нечего больше сказать. Одному человеку 13 часов помогать. Ну это, я не знаю, золотые руки. Николай Александрович, спасибо большое за работу. Пускай поменьше у вас этой самой работы будет, поменьше пациентов, которые будут к вам обращаться. И серьезными проблемами, и с такими людьми. Спасибо. Больше отдыхайте. Я напомню, что у нас в гостях был врач-нейрохирург Минской областной клинической больницы Николай Ермоленко. И вообще берегите себя, и не дайте нам много работать нейрохирургом. Солнечное затмение может придавать особенную авантюрную энергию, поэтому не стоит рисковать. Просчитанный и оправданный подход, скорее всего, принесет свои плоды, но безрассудство, как известно, до добра не доведет. Дайте себе время на обдумывание и взвешивание всех, и за, и против, и не пропустите мимо ушей мнения специалистов. 8 апреля. 29-е лунные сутки и новолуние. Сложная комбинация из ретроградного Меркурия и солнечного затмения станет своеобразным сигналом, что пора замедлиться и более тщательно просчитывать свои шаги. Сегодня завершается весенний коридор затмений. В этот период неожиданно можно встретить старых знакомых. Завершаются кармические уроки. Не рекомендуется подписывать договоры, заключать сделки и совершать дорогостоящие покупки. Самое время выбросить лишнее из дома и из головы. К вечеру геомагнитные колебания усилятся до трех баллов. И помните, люди вряд ли увидят то, что вы для них делаете, но всегда заметят то, что вы для них не делаете. В этом году исполняется 110 лет со дня рождения того, кого позже назовут великим гражданином и непокорным белорусом. Все это о Кирилле Мазурове. В его трудовой биографии была должность и первого секретаря Компартии Беларуси, и первого заместителя председателя Совета Министров СССР. Тему продолжим далее. А кадры нам предоставил Дзержинский архив кинофотофона документов. Вот эта улица, вот этот дом. И он сам свидетель истории. На его фасаде словно ордена, мемориальные доски. Здесь когда-то жили поэты, академики, политики. В этом доме с начала 50-х поселился и замечательный сосед Кирилл Мазуров. Непокорный белорус жил на втором этаже. Мастер пера Петрусьбровка по соседству. Народный поэт БССР писал первому секретарю стихи. Мазуров отвечал в рифму. Когда вот здесь, в этом доме, у Петрусябровки, был юбилей. Естественно, пришел Кирилл Трофимович Мазуров. Пришло все руководство. То есть это были абсолютно простые люди. И последний вот такой вот пример, штрих. Накрыли столы. Ну, их не хватало. Там приставной стол. Знаете, вот раньше было же стол-книга. И вот эти все яства в самый неподходящий момент. Стол складывается. И все это, значит, представьте картину. Высокие гости собирают все то, что там упало. Кирилл Трофимович, Тихон Яховлевич Киселев. Один с молотком, другой начинает чинить этот стол. Потом все вроде бы прибрали и продолжили мероприятие. Он стал у роля страны в 39 лет. И был самым молодым главой правительства БССР. А через три года уже первым секретарем Компартии Беларуси. При нем Беларусь восстановили из руин Великой Отечественной. Построили новые заводы. Фактически под взором первого секретаря в БССР появилась и химическая промышленность. А на карте Беларуси выросли новые города. Солигорск и Новополоцк. Именно при Мазурове произошло то, что позже окрестят «зеленой революцией». Внедрение в сельское хозяйство химических удобрений, химических средств защиты растений, а также новых сортов, высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных растений. Это создание первых больших животноводческих комплексов, которые потом, в 70-е, 80-е годы, будут создаваться по всем районам. Именно при Мазурове закладывались основы того, что потом сделает Беларусь сверхиндустриальным государством. Мазурову даже предлагали сменить квартиру в этом Минском доме на условия получше. Он отказался, ведь столица только восстанавливалась после войны. Но именно при Мазурове уже в начале 60-х более 300 тысяч жителей Беларусской республики получили новые квадратные метры. Я горжусь тем, что в высшем органе советской власти представляю столицу Беларуси, Минск. С рабочими, служащими, творческой интеллигенцией меня связывает совместный труд по возрождению Минска и его развитию. Развитие нашей столицы, Беларуси, как бы символизирует и олицетворяет расцвет всей нашей Родины. В 1965-м Мазуров сменил Минскую прописку на Московскую. Стал первым заместителем председателя Совета министров СССР. Уже в советской столице он руководил работой 29 министерств и ведомств. Тогда же Мазуров добился и присвоения Брестской крепости звания Герой. Ярослав Брагида, Андрей Мушавец, Евгений Александров. Наши утра. Женщина обнаружила у возлюбленного переписку с другой и поцарапала его новенькую иномарку. Как банально, да? Вот когда ревность затмила разум. Сегодня мы обсуждаем различного рода неприятностей и не забываем делиться полезными рекомендациями. На очереди наш автомобильный проект. Кстати, я отправил бы ее тогда учиться на покрасщика автомобиля и покрасить мне этот автомобиль. Доброе утро. Если на вашей приборной панели горят лампы после запуска двигателя, а вы не знаете их значения, то сегодня поговорим о том, что действительно важно и что нельзя оставлять без внимания. С вами Павел Максимов. Поехали. Так что же делать, если какие-то лампы горят после запуска двигателя, а некоторые из них вы видите впервые? Давайте обо всем по порядку. Дело в том, что наш автомобиль не умеет напрямую с нами разговаривать. Однако он может это делать посредством сигнальных ламп. Некоторые из них могут быть просто информативного характера. К примеру, как вот эта лампа сигнализирует о том, что у вас низкий уровень мывающей жидкости. В принципе, ехать можно, хотя небезопасно. Или вот такая лампа, которая говорит о том, что у вас неисправен какой-то световой прибор. Также с этим можно ехать, однако помните, что в темное время суток вы можете подвергать опасности не только себя, но и других участников движения. Ну и поговорим о лампах, которые предупреждают нас о неисправности, либо оповещают. Самая часто встречающаяся лампа это Check Engine. Лампа сигнализирует о том, что что-то неисправно в двигателе. К сожалению, я вам не могу сказать, что именно. Дело в том, что эта лампа говорит об общей неисправности, и проверить ее можно только на сервисе, подключив к автомобилю диагностику. И в некоторых случаях, к сожалению, двигаться на автомобиле нельзя. Но зачастую, если автомобиль завелся и может продолжать движение, то едьте строго сразу в сервис. Идем далее. Восклицательный знак в красном круге. Лампа сигнализирующая о том, что нужно обратить внимание на тормозную систему. Ну и также на то, что у вас затянут ручник. Если вы видите, что ручник у вас отпущен, а лампа продолжает гореть, значит что-то неисправно. Первым, что вы можете сделать, это проверить уровень тормозной жидкости вашего автомобиля. Если и она в норме, срочно двигаемся в сервис, но очень аккуратно. Для начала проверьте работоспособность ваших тормозов. Желтый восклицательный знак, окруженный шиной. Знак, символизирующий о том, что что-то неисправно с шинами, а конкретно низкое давление. Выйдите из автомобиля и посмотрите на состояние ваших покрышек. Если из них никакие не спущены, то двигайтесь на шиномонтаж для того, чтобы понять в чем дело. Так долго ездить нельзя. Ну а если же колесо спущено и не представляется возможным его накачать, поставьте запаску и двигайте в сторону шиномонтажа. Переходим к самым неприятным лампам. Они красного цвета и первое из них это знак аккумуляторной батареи. К сожалению, если такая лампочка горит у вас после того, как вы завели двигатель, скорее всего это говорит о том, что на аккумулятор не поступает зарядка. Долго вы так не проедете, экономьте электричество. И если у вас получится, вы можете попробовать двигаться к сервису. Но в темное время суток так делать не рекомендую. Здесь, к сожалению, только эвакуатор. Красная масленка. Если данная лампочка загорается у вас после того, как вы завели двигатель автомобиля, то здесь все очень плохо. Немедленно его заглушите. Данная лампочка сигнализирует о низком давлении масла в двигателе, что может привести к его разрушению либо поломке. Здесь причины может быть две. Либо действительно что-то неисправно с системой маслоподачи, либо же просто сломан датчик. В любом случае не рискуйте. Двигайте сервис не своим ходом, лучше на буксире или на эвакуаторе. И разбирайте, в чем проблема. Ну и лампа пристегнутого силуэта с шаром перед ним. На самом деле лампа сигнализирующая о неисправности системы подушек безопасности. С ней в теории можно передвигаться, но помните, что если такая лампа у вас горит, в случае ДТП подушки не сработают. Помните, что вы и ваш автомобиль – это одна команда. И чтобы он вас не подвел в самую нужную минуту, не оставляйте без внимания те знаки, которые он вам дает. Ремонтируйте все вовремя, следите за техническим состоянием вашего автомобиля и катайтесь в удовольствие. С вами был Павел Максимов. Еще увидимся. Кстати, сейчас будет возможность помочь вам быть в тренде, да. И в теме модных терминов Катя не упускает ни одной возможности. Сейчас опять что-то решила рассказать. Да, очень необычная на самом деле реглам. Это особая разновидность покроя рукава, при которой изделие фактически не имеет плечевого шва. При этом линия проймы идет не вокруг руки, как в стандартном рукаве, а входит бы горловина. Так что, Герман, если захочешь что-нибудь необычное, говори «я хочу реглан». Хочу реглан. Реглан. Хорошо. Благодаря этому самому реглану, линии предметов, одежда выглядят мягкими, волнистыми, плечи становятся округлыми и приобретают плавные очертания. Кстати, я в своих майках сам подкатываю. Мне так даже нравится, когда ты так раз сюда его подкатал. Видишь, ты дизайнер. Ты делаешь реглан, создаешь модный образ. Ух ты! А ты не знал. Оказывается, я модный. Я думал, я уже в средних лет. С этим самым рукавом реглан могут быть толстовки, футболки, платья, а также пальто и жакеты. Причем как мужские, так и женские изделия. Супер! Какой интересный обзор. Такой, знаешь, содержательный. Ты понимаешь, теперь, когда ты услышишь слово реглан, ты будешь уже в курсе, понимаешь? Как начитанный человек. Ты скажешь, я знаю. Вообще-то я знаю. Вообще-то я дизайнер. Вообще-то я дизайнер. Такую фазу смогут наблюдать только жители Северной Америки и некоторых островов Тихом и Атлантическом океаном. Да, они наблюдают, а паримся мы. Мы все паримся. Но наблюдать было бы интересно, согласимся. А вот увидеть концерт финалистов самого народного музыкального проекта «Звездный путь» сможем мы. Мы, да. Как это было в нашем материале. Голоса самого народного музыкального шоу «Звездный путь» снова собрались вместе. Повод есть. 120 лет профсоюзному движению в Беларуси. Для меня сегодняшний концерт означает что-то в виде как дом, тепло, радость, уют и желание вернуться сюда как можно скорее. Для меня самое главное на сцене показать себя, показать, что ты можешь, на что ты способен и чего добился. Знаковое событие в моей жизни, потому что выступать с таким оркестром, на такой сцене – это такая большая ответственность. Плюс я выступала в дуэте с Александром Мелех. Это еще большая ответственность. На протяжении двух лет вся страна наблюдала на телеэкранах становление вокалистов, которые ежедневно трудятся в школах, на заводах, за баранкой трактора. До проекта многие вспоминали о своем вокальном даре лишь на кухне, во время приготовления наваристого борща или в гараже при замене колес. Жизнь рядовых белорусов шла своим чередом, не предвещая никаких чудес. И вдруг на работе объявили кастинг проекта «Звездный путь». Сначала я клал кладку кирпичную, закончил лицей строителей, потом пришел на телепроект, меня приняли туда. Я пришел, отбабахал там все четверть финала, полуфинал, финал. И вот теперь я нахожусь на этой сцене вместе с остальными прекрасными артистами. «Звездный путь» — это отрезок жизни, который мы прожили с удовольствием. Мы надеемся, что «Звездный путь» останется на протяжении еще долгого времени с нами. Да? Самое главное, что хочу сказать, «Звездный путь» сплотил нас. То есть у нас какая-то... Мы стали ближе. Да. Мы научились друг друга поддерживать, и это самое главное. После «Звездного пути» как-то на работе дела хорошо пошли, я должность поменяла. Поэтому «Звездный путь» творит чудеса. Благодаря эфиру телеканала ОНТ трудовые таланты смогли увидеть миллионы белорусов. Сегодня их знают в лицо. Они частые гости на важных мероприятиях. После «Звездного пути» меня приглашали еще на другие проекты. Это был «Звездный народный Новый год», также «Песня года» и, в принципе, на другие программы. ОНТ, кстати, была еще «Удача-придача», тоже принимала участие. Поэтому я очень рада, что творчество дальше продвигается, и я могу выступать где-то еще и продолжать в этом. «Звездный путь» — это какие-то новые данные для себя. Это новые знакомства, это определенно новый какой-то для себя уровень, новая планка, где можно почувствовать себя непростым работником где-то в определенной сфере. После таких концертов, наверное, хочется быть побольше на такой сцене и радовать зрителей. Концерт финалистов проекта «Звездный путь» выйдет в эфир телеканала ОНТ в День труда 1 мая. И раскроем секрет. Третьему сезону проекта «Быть» уже совсем скоро на наших глазах будет происходить рождение новых звезд белорусской эстрады. «Звездный путь» не только исполнит мечты тех, кто с детства хотел оказаться на большой сцене, но и подарит вокальную сказку зрителям. Не пропустите! Продолжаем наш утренний эфир еще одной важной темы. 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков отмечаем в этом году. Шаг за шагом мы приближали долгожданную победу. О героях и событиях наш следующий сюжет. К весне 1944 года советские войска почти полностью освободили Гомельскую область, часть Полесской, Витебской и Могилевской областей. Но помимо борьбы с врагом за территорию, в апреле развернулось сражение и за посевную. Стремясь задушить непокоренных белорусов голодом, оккупанты делали все, чтобы сорвать весенние полевые работы. Немцы отнимали у крестьян посадочный материал и инструменты. Под угрозой смерти выгоняли людей в поля для перепахивания озимых культур. Запрещали сеять яровые, выжигали землю. И как в этих условиях обеспечить белорусов хлебом и картофелем? Создать необходимые резервы продовольствия для Красной армии? Из директивного письма председателя Совета народных комиссаров БССР Пантелеймона Пономаренко от 27 апреля 1944 года о мерах по проведению весеннего сева. Враг, видя неизбежность своей гибели и то, что в скором времени придется бежать с территории Белоруссии, пытается сорвать весенние полевые работы местного населения, обрекая его на голод. В соответствии с решениями партизанских соединений, каждый из отрядов имел такую задачу – помогать населению, а при необходимости и самим участвовать в посевной, потому что урожай – это был очень важный, хлеб, питание – это не только для самих солдат, но все тоже ощущали, что скоро уже будет окончание войны, освобождение территории. И это была тоже одна из стратегических задач проведения весеннеполевых работ. Особое внимание обращали на проведение сева в деревнях, расположенных на границах партизанских зон и вблизи вражеских гарнизонов. Задача – проводить полевые работы по ночам под вооруженной охраной, прикрывая население специально выделенными отрядами и заставами. Партизанским мастерским и кузницам разрешили принимать в ремонт сельхозинвентарь, причем выполнять эти работы требовали так же быстро и качественно, как и ремонт вооружения и снаряжения. Партизаны ответственно отнеслись к задаче и действовали по принципу – незасеянным не должно остаться ни одного гектара. И тут очень много есть примеров, каким образом, как, с помощью кого, как использовали даже военную технику для того, чтобы с севом справиться, а потом еще необходимо охранять. И с другой стороны, оккупационные органы принимали все для того, чтобы ликвидировать такие посевные, да, и обескровить за счет уничтожения жителей. Партизаны полностью контролировали посевную. В помощь крестьянам максимум рабочей и тегловой силы и необходимый транспорт. Установили строгую очередность в пользовании лошадьми и сельскохозяйственным инвентарем. Из постановления Военного совета Первого Белорусского фронта, подписанного командующим фронтом генералом армии Константином Рокоссовским от 25 февраля 1944 года, о мерах помощи со стороны фронта в восстановлении народного хозяйства Белорусской республики. Сейчас, в 1944 году, когда изо дня в день освобождаются от немецких захватчиков все новые и новые разрушенные районы Белоруссии. Особо важно не упустить весенний период, когда каждый добавочный гектар засеянной земли увеличивает пищевые ресурсы страны и укрепляет колхозы. Важно, чтобы генералы, офицеры, вся масса сержантов и солдат полностью и правильно осознали величие этой задачи. Весной 1944-го красноармейцев можно было встретить почти в каждом селе. Одни пахали землю, другие ремонтировали инвентарь, третьи находились в дозоре, чтобы предупредить о появлении гитлеровцев и дать им решительный отпор. Общими усилиями Первый Белорусский фронт заготовил более 13,5 тысяч пудов зерна, обеспечив потребности в хлебе до августа 1944-го. Запасы зерна позволили по-братски поделиться с жителями героического Ленинграда, которым было отправлено 610 тысяч пудов хлеба. Вот так, сплотившись, каждый внес свой вклад в полное освобождение Беларуси и общую великую победу. Доброе утро! Наверняка многие слышали про ретроградный Меркурий, и вот он сейчас как раз и продлится до 25 апреля. Все его опасаются. Ну вот почему? Ну как почему? На этот вопрос нам ответит астролог Маргарита Дробеня. Доброе утро, Маргарита. Ну-ка, удивите. Доброе утро, дорогие друзья. И у нас сейчас новости о ретроградном Меркурии. Ну, я думаю, что все уже слышали, что есть такая штука, которая 2-3 раза в год приходит к нам, и по этому поводу в интернете бродит куча всяких страшилок. Но на самом деле не так страшен черт, как он молюет. Просто будьте готовы, что могут сбиваться коммуникации, бронь в отелях, не работать в карточке. Меркурий отвечает за коммуникацию между людьми. То есть люди могут плохо друг друга слышать. Это его такой подводный камень. Но не всем будет очень плохо. Например, Овнам даст прилив много сил, вот этот вот ретроградный Меркурий, затмение. Но главное их вовремя рассчитать. Дальше тельцы смогут очень неплохо поправить свое финансовое положение. И еще один знак, которому будет хорошо, и который может тоже заняться креативом и начинать новое – это весы. Увы, остальным нужно просто быть внимательным. Это не говорит, что какая-то трагедия. Вообще период ретроградного Меркурия говорит о том, ребят, подумайте, пожалуйста, все ли траты, которые вы делаете, вам нужны – это одна история. А вторая – нужно отойти назад, подумать, переосмыслить некоторые, возможно, стратегии, которые нам мешают жить, и начать это потом, после ретроградного Меркурия, делать по-новому. Вот и все страшилки. В общем, не так и страшно. А учитывая, что ретроградный Меркурий бывает часто… Да это вообще какая-то вселенская глупость. Его придумали маркетологи. Герман в это вообще не верит. А вы выбирайте сами, верить или не верить. Но ничего страшного точно нет. Мы – музыкальное будущее страны. Уникальный проект, в котором юные исполнители школы искусства будут выступать на концертах в Минске и регионах в сопровождении оркестра имени Финнберга. И, кстати, первый такой концерт состоится уже сегодня в 18.30 в столичном Верхнем городе. Берем информацию на вооружение. Под утренние ритмы приступаем к зарядке. Доброе утро. Как делать ножки стройными и подтянутыми? Лучше спорта ничего еще не придумали. Тем более они отлично поддаются тренировкам. Ложимся на спину. Руки вытягиваем вдоль корпуса. Ноги натягиваем. Поднимаем в потолок. И теперь будем попеременно работать с ногами, опуская их вниз. На пол ножки не кладем, удерживаем их все время на весу. Работаем активно. В этом упражнении включается еще и пресс. Теперь ложимся на бок с упором на предплечье. Верхнюю ногу уводим слегка вперед. Она у нас будет опорной. А работать будем нижней ногой, подключая внутреннюю поверхность бедра. Делаем короткие активные махи. Стопу на пол не кладем. Все время держим ее на весу. Нога натянута, напряжена. Отрабатываем подход 10 махов. Немного отдыхаем. И снова подход. Для последнего упражнения остаемся лежать на боку. Обе ножки прямые. Делаем хороший амплитудный мах верхней ногой. Опускаем ногу. И уводим ее вперед вдоль пола. И снова возвращаем. Носочек натянут. Нога в постоянном напряжении. Добавьте к регулярным упражнениям еще и ежедневную активность. И результат быстро порадует. И пускай спорт станет вашей хорошей привычкой. Весенний показ мод прошел на выходных в торговом центре столица. Это показ коллекции одежды авторства преподавателей и студентов кафедры моды факультета социокультурных коммуникаций БГУ. Подробности в нашем следующем материале. БСЮ Фэшн Дэй уже во второй раз прошел в столице под названием «Весенняя фантазии 2024». На нем представили коллекции моделей одежды, которые создавали как преподаватели, так и студенты кафедры дизайна и моды. Показ впечатляет. Отточенное движение, символизм образов и, конечно, организация. Данный фестиваль у нас проходит уже второй год. И он уже становится традиционным. Причем он открывает цикл мероприятий, в центре которых находится наша кафедра дизайна моды. Это только начало, как я и сказал. На протяжении года у нас делаются показы локальные, местные, на базе факультета, на базе университета. Нам есть, что показать и чем удивить. Каждая студенческая работа выполнена на высоком уровне профессионального дизайна. Публика оценила. У наших студентов есть девиз. Об этом, про этот девиз я уже говорила в прошлый раз. Но я не устаю повторять. Им так нравится, что они создают мечту. И вот они сегодня пришли сюда тоже помечтать, набраться новых впечатлений, получить новые эмоции и дальше идти, дальше создавать какие-то новые коллекции. Сюрпризом для гостей показа стала особенная коллекция старшего преподавателя кафедры дизайна и моды, вдохновленная сказками, волшебством и детскими фантазиями. Она никого не оставила равнодушным. Готовила новую коллекцию. Коллекция называется «Царевные». В качестве источника инспирации выступали фантазии детей, их мысли, любовь к мультикам. Коллекция представлена 11, даже 12 единиц, получается. Создана она за месяц. В программе также приняли участие эстрадные художественные коллективы Белорусского государственного университета. Большая команда работала на протяжении нескольких месяцев, чтобы показ проекта BSU Fashion Day состоялся и вновь покорил зрителей. Дефицит энергии – вот что заставляет вас переедать в зимнюю пору. Лучший способ борьбы – это здоровый сон. Помните о распорядке дня, это тоже важно. Ну а полезными рецептами можно запастись в эфире нашего телеканала «Когда вкусно» и с эмоциями. Это все про нас. Доброй ранец и поважаемые глядачи! И сегодня с вами, снова я, Герман Титоу, и сегодня день белорусской кухни. И будут у меня сегодня драники, зразы с творогом. Для этого белорусского блюда нам понадобится творог, мука, яйцо, наш белорусский картофель, растительное масло, соль, перец по вкусу. Итак, смешиваем в миске яйцо и творог. Сразу добавляем соль. Так, готово. Это у нас будет начинка. Теперь картофель натираем на терочку. Оставшееся яйцо, соль, перец, не забываем, оп, раз, два, две ложки муки, чтобы скрепить наши дранички. Можно добавить лук, но я не люблю, поэтому никакого лука. Перемешиваем. Формируем наши зразы. Выкладываем слой сначала, значит, картофеля. Так вот, распрямляем его. Плоский, плоский слой, не надо большие сделать слои. Берем дальше сюда тоже. Теперь дальше наша начинка, которая постояла у нас тоже. Чуть-чуть начинки. Эх, забыл добавить сюда сосисок. Ну, или мяска какого-нибудь. В общем, по чуть-чуть, чтобы у нас так получилось. Оп. Чтобы запеклось. Много не надо класть. И сверху снова слой картошки. Ну что, все быстро. Ой, как всегда, ничего, авария небольшая. Да, это вот вода с крышки попала туда, и оно сразу начинает шкварчить. И сервируем немножко зеленушки. Вот так вот. Это пойдет. Главное, чтобы было вкусно. Срочно пробуем. Запах просто у меня вот здесь вот стоит в носу. И мне нужно однозначно грибной соус. Много. Вот возьмите много, не пожалейте. Я был не прав, что не хватает сосисок. Очень сбалансированный вкус. Вот что делает с настоящим мужчиной жареный картофель. Это просто вот чудеса. Просто чудеса. И все просто. Очень-очень вкусный быстрый завтрак. Ну что, дороженькие мои. На этой судовной ноте я говорю всем великий дзякуй за то, что были этим ранком разом за мной. С Германом Титовым до новых Сустретч. Готуйте смачно. Это наше утро. Сегодня 8 апреля. И свой день рождения в этот день отмечает пожарная лестница. Поздравляем все пожарные лестницы нашей страны. Всей страны, да. Да, представляете, сколько пользы они приносят, эти лестницы. Спасают людей. Интересно, как они отмечать будут этот праздник. А, кстати, да. Надо придумать, как-то. Я, кстати, могу провести праздник. Корпоратив лестницы. Да, корпоратив лестницы. О трансформации незаменима для спасателей сооружения наша следующая подборка. Первое в мире изобретение под названием пожарная лестница запатентовали 8 апреля 1766 года. Необходимость в этом возникла, когда появились первые многоэтажные строения. И спасать людей с верхних этажей стало проблематично. В то время длина деревянной лестницы составляла почти 10 метров. Первая механическая пожарная лестница появилась спустя 11 лет. Это была площадка, которая поднималась замысловатым рычажным механизмом на высоту 20 метров. Ее создатель, кузнечный мастер Петр Дальгрен, получил медаль за свое изобретение от Императорской академии наук. Следующий этап в истории пожарной лестницы связан с архитектором Уильямом Гесте. В Российской империи его звали Василий Иванович. Именно он придумал, каким образом можно реализовать подъем пожарных на 17-метровую высоту при помощи пятиколенного устройства. Большую популярность получила лестница Сергеева. Передняя часть с малыми колесами отсоединялась, лестница фиксировалась стопорными устройствами и приводилась в вертикальное положение. Считается, что именно это изобретение стало прототипом современных образцов. Сегодня конструкции пожарных лестниц подразделяются на автомобильные, стационарные и ручные. Их используют не только при пожарах, но и для спасения тонущих, провалившихся в люки и колодцы, а также для эвакуации с высоты. Вот есть такое мнение, что в период солнечного затмения нас могут настигать такие мелкие неприятности. И вот как правильно на них реагировать, мы говорим этим утром. Так, астрологи, кстати, рекомендуют провести этот день спокойно, размеренно. И в этом нам поможет культурная афиша. Александра Шанова с нами уже на связи. Саша, доброе утро. Доброе утро. В выставочном комплексе Национальной библиотеки Беларуси открылась выставка «От Немана до Тихого океана. История путешествий и географических исследований». Экспозиция приурочена к 70-летию Белорусского географического общества и 90-летию факультета географии и геоинформатики Белорусского государственного университета. На выставке представлены труды белорусских географов, картографов, естествоиспытателей, природознавцев, ландшафтоведов, всех, кто связан с природой и всех, кто исследовал весь мир. Выставка вообще направлена на то, чтобы представить, сколько для мира сделала Беларусь. И сколько те люди, которых щедро дарила миру Белорусская земля, сделали для того, чтобы сделать и мир известным, и свою страну. Здесь представлена частная коллекция нашего предприятия «Геокарт», состоящая как бы из двух частей. Первая часть – это приборы более-менее современные и приборы старинные, которые стоят на стеллажах. Геодезия – одна из тех наук, которые обслуживают географию. Ну, она, как и география, геодезия – достаточно обширная наука. И для географии она готовит графическую основу, топографическую карту. Потом на основе ее появляются карты географические и так далее. И вот здесь представлены приборы, с помощью которых, в общем-то, эта карта создается в полях. Среди экспонатов выставки – редкие книги, карты и стампы XIX века, а также современная тематическая, научная и научно-популярная литература, портреты и краткие биографические сведения о знаменитых белорусских путешественниках и географах. Успеете совершить уникальное путешествие до 21 апреля. Изобилие новых выставок в Национальной библиотеке радует, так как книжно-иллюстративная экспозиция «Высокое качество» приурочена в году качества. В экспозиции издания и плакаты, рассказывающие о советском и современном понимании этой категории. Выставка знакомит с восприятием идеи проблемы качества как современными исследователями, так и советскими исследователями и художниками. Яркие, выразительные, с уверенными формулировками, с участием известных советских поэтов и писателей, агитационные и сатирические плакаты полны энтузиазма и уверенности в том, что советский гражданин, как и теперь белорусский, достоин того, чтобы его окружали качественные изделия и услуги. Есть и куда сходить, и на что посмотреть наш культурный маршрут проложен до четверга. Красивых вечеров и до встречи. Спасибо, Саша. Вы сатирически классные. Советский юмор – это вообще кладезь, просто там же просто кладезь. Продолжаем наш эфир. Субтитры подогнал «Симон» Антистрессовое утро на ваших экранах. Сегодня мы говорили о том, насколько важно человеку быть готовым к непредвиденным обстоятельствам. И можно ли вообще застраховаться от беды, и как научиться реагировать на форс-мажоры. Все обсудили, все выяснили. А если вдруг вы что-то пропустили, добро пожаловать на наш YouTube-канал. Да, найти его просто. Называется «Наше утро». В общем, пусть у вас все получается. В том числе и отличное начало дня. Герман Титок, Катерина Алисеевич, спасибо, что были с нами. Увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»